На заседании в правительстве обсудили исполнение регионального бюджета за прошлый год и за первый квартал 2021-го. Коллеги, сегодня у нас в рамках заседания правительства ряд вопросов, связанных с подведением уже официальных итогов финансового первого квартала. Мы сегодня с вами должны проговорить ряд вопросов по ТФОМСу. И, соответственно, у нас есть ряд вопросов, связанных с корректировкой действующего законодательства, в том числе земельного, транспортного характера. По заключению руководства Минфина, пик пандемии удалось пережить без больших материальных потерь. Несмотря на тревожные прогнозы экспертов, в Ульяновской области удалось привлечь прибыль. В 2020-м сумма налоговых и неналоговых доходов составила более 47 миллиардов рублей. А это на 563,5 миллиона больше, чем в 2019-м. Акцизы выросли на 2,2 миллиарда. Также регион получил более 25 миллионов из федеральной казны. При этом было профинансировано расходных обязательств на 81,5 миллиарда рублей. И в основные обязательства, конечно, были социально значимые. То есть регион выполнил перед собой все социально значимые обязательства. Была выплачена зарплата в полном объеме. Была профинансирована отрасль здравоохранения, рост которой тоже был значительный. Создавались и дополнительные коечные места, и выплаты медикам осуществлялись. Всего в здравоохранение было направлено более 14 миллиардов, а в образование и соцподдержку более 15. В первом квартале этого года эксперты также отмечают положительную динамику. Это налог на прибыль, здесь мы тоже видим значительный рост. Это поступление на ДФЛ, это традиционные наши бюджетнообразующие акцизы. Общий объем доходов по сравнению с 2020-м вырос почти на 2 миллиарда рублей, а расходная статья на 3. По словам специалистов Минфина, бюджет этого года сохраняет социальный вектор. 80% прибыли планируется направить на зарплаты бюджетникам и поддержку населения. Виктория Черкова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.